Всем доброе утро, хорошего настроения. Сегодня первый день после каникул. Если честно, так как-то непривычно. Сначала ты вливаешься в то, что все дома, а потом нужно вливаться в то, что дома никого нет. Дети пошли, слава богу, встали нормально, потому что вчера прям пришлось их уложить пораньше спать, потому что они привыкли спать долго. Сейчас это вот выход из режима, но пошли нормально. Соня пошла в садик, Дима пошел в школу. Вроде бы с настроением все нормально. Напишите, как вы после каникул рады, не рады, кто работал. Но я знаю, что очень многие работали, в основном школы и садики были закрыты. С одной стороны, очень хорошо, что не продлили, дети будут нормально учиться, потому что дома реально мы сидели, не задавали ни домашних заданий, ничего. То есть мы сами занимались, дети отвыкают очень быстро. И я очень рада, что нет дистанционки. Не знаю, ребята, у кого дистанционка, как вы справлялись, особенно у кого старшеклассники, мне кажется, это очень сложно. Хотя, в принципе, наверное, ко всему привыкаешь, ко всему, во все можно влиться, да, когда нет другого выхода. Так, ну что, я уже собралась, привела себя в порядок, помыла голову. Сейчас вам покажу шампунь, которым пользовалась. Я покупала от Фаберлик вот такой вот шампунь, он мне не подошел. Мне кажется, у меня ожирняются волосы и маска, бальзам, точнее, вот этой вот фирмы, именно мне не подошел вообще, то есть волосы у меня не увлажнялись, не понравилось. И вот мои любимчики, которыми я пользуюсь уже давно, вот такой вот шампунь. Бальзам маска этой же серии тоже классная. И вот эта вот бальзам маска, она очень хорошая. Вот я сейчас только что сделала, буквально подержала одну минутку, и все отлично. Если, конечно, походить подольше, будет вообще классно. Я вообще хочу краситься, я пока не планирую, потому что я красила сколько? Два месяца назад, может быть, к концу месяца, там перед Димкиным днем рождения покрашусь. Вообще я хочу, ну видите, у меня корни как бы отросли. Думаю протонироваться, то есть немножко напитать волосы. Если получится, запишусь в салон, чтобы меня девочка протонировала. Хотя тонировки, знаете, хватает ненадолго, буквально пару раз голову помыть и все. Но волосы напитываются хорошо, и я вот думаю, может быть, мне самой затонироваться. Посмотрим, потому что как бы идти в салон буквально на несколько раз проще, мне кажется, дома. Ну посмотрим, потому что краситься еще пока смысла нет, они отрастают, но и не так сильно видно. И где-то я крашусь раз где-то в 4 месяца, потому что волосы не так, ну вот не так видно, когда вот если ты блондин, да, ну вот я не могу так показать. И так, видите, если ты блондинка, то, конечно, надо часто краситься. Или, например, если седина, у вас там темные волосы, седина тоже. А вот мне сейчас вот с таким вот окрашиванием мне хорошо, поэтому когда волосы отрастают, не так бросается в глаза. Вот, ну вот думаю насчет тонировки. Девчонки, кстати, напишите, кто тонируется дома сам. Реально выход или нет, или все-таки сходить в салон и там затонироваться. Мышка у нас уже переселилась сюда на кухню. Теперь она всегда здесь спит, уже под лестницей не хочет, потому что ей там нравилось. А сейчас она вместе с нами здесь спит. Ну и хорошо, здесь тепленько, солнышко, она выходит. Мышке уже хорошо, на лапку она не совсем становится, но практически становится. Но мне кажется, лапка будет немножко деформирована. Ну, по крайней мере, она хотя бы ходит сама. Я уже с утра постирала свои кроссовки. Пока у нас еще теплая погода. Белые кроссовки я сейчас вывешу на улицу. Ой, потому что сама не могу вымыть, особенно вот здесь вот. А так они хорошо стираются на 30 градусах, на 800 оборотов ставлю. Белые кроссовки идеально стираются. Вот, потому что сейчас я их вынесу на улицу, пусть они у меня там висят. Я выехала с дома, мне нужно было заправиться. Заехала только что на заправку. Подъезжаю, я сама еще ни разу не заправлялась именно с пистолета. И сейчас я подъезжаю, никого нет, никакого заправщика, никого. Думаю, вот блин, смотрю, никого вокруг нет, тоже машин, даже, знаете, кого-то попросить помочь. Ну, в общем, я пока выходила с машины, обязательно же маска с собой должна быть. Я пока все это взяла, подошел заправщик, думаю, слава тебе, Господи. Потому что я реально не знаю, как это делать. Ну, я думаю, в такой ситуации многие девушки, оказывается, думала, я уже, думаю, сейчас подъедет какая-нибудь машина. Я уже попрошу какого-нибудь мужчину мне помочь. Потому что, ну, реально, девчонки, умеете заправляться? Кто водит машины, сами умеете заправляться или нет? Потому что я вот сколько езжу уже, я все время попадаю на заправщиков. Некоторые уже знают, уже, ну, когда примелькаешься. Первый раз, я помню, я заехала. Он мне говорит, первый раз, я говорю, да. Так что вот так вот водить, это одно, а заправляться, это совсем другое. Поэтому, кстати, не учат в автошколе, а можно было. И, кстати, кто сейчас заканчивает? У нас вот говорят, что теперь, ну, что теперь заправляться, парковаться уже учат в городе. То есть уже нет площадки. Я знаю, у меня девчонки писали, что многие сейчас тоже учатся, получают права. Напишите мне, мне прям интересно. Потому что это сложнее, конечно, парковаться в городе. Но зато вы уже выйдете с автошколы, вы уже будете спокойно себе ездить. Не просто ездить, еще и парковаться. Потому что, как мы учились на этих конусах, конус это одно, а машина что-то совсем другое. Я уже приехала домой. Фух. Мне сейчас нужно по-быстрому сделать влажную уборку. И нужно собрать Димчику с собой перекус, собрать форму и ехать на тренировку. Потому что сегодня тренировка, поэтому я сейчас быстренько ему готовлю. Хорошо в холодильнике есть еда, поэтому готовлю быстро перекус и уже буду выезжать. Нужно еще помыть полы. Почему хочу сейчас это сделать? Потому что пока детей нет дома, чтобы все хорошо высохло, хорошо все дело промыть. Потому что когда дети дома, они бегают все время, а когда скользкий пол, это вообще для них самый кайф. Я уже промыла полы, открыла окна. Прекрасная сегодня погода, поэтому открываю окошки, чтобы шел такой свежий-свежий теплый воздух, чтобы проветрилось. Ой, как круто, хорошо, люблю, когда чисто. Сейчас делаю обед, мышка пошла гулять и уезжаю. Сейчас еще Димчику вызвала такую воду. Покупали, возьму с собой, попить ему. И сейчас приготовлю перекус. Я уже переоделась, мне нужно сейчас по-быстрому разобрать сушилку. Варить ничего не буду, такие домашние вещи, полотенце. Сейчас все это разберу и вынесу ее на улице. Потому что все стояло на улице, а мы на ночь заносим. Потому что если даже уже вещи почти сухие, за ночь они становятся опять влажными. Поэтому я вчера занесла, и вот не было времени. Не хочу, чтобы она стояла дома, не нравится мне. И, кстати, я не помню, говорила вам, не говорила. Теперь сушу полотенце. Когда мы покупались, я их кидаю в сушильную машину, чтобы они не кисли ванной. Потому что если они ванной повесить их, они все равно не до конца высыхают. Поэтому я закидываю их в сушильную машину, и они у нас тогда сухие. Как всегда, все по-быстрому. Вы посмотрите на этого мальчика. Дим, сядь поровнее, пожалуйста. Это что называется? Что? Это называется отменили тренировку? Да. Так обрадовался. Приехала уже за Димчиком. Тренер пишет, отменили тренировку. В общем, мы приехали домой. Димка говорит, давай быстренько позанимаемся, чтобы можно было посидеть, посмотреть мультики. Я говорю, ну хорошо, все, давай заниматься. В машине перекусил, пока мы ехали. Хорошо, сейчас еще дома недолго. И поеду за Сонькой. Я еще хотела в магазин сходить. Хочу, знаете что, хочу купить морковки. Я покупала на прошлой неделе морковку. Хочу сделать корейскую морковку опять. Потому что мы ее очень любим, и она очень хорошо заходит. Она даже Соня ее ест. Поэтому я буду этот раз делать такую не сильно острую. Потому что я ей много не даю, но тем не менее она очень просит. И мы ездили в парк. И получается, очень много морковки отвезли. Мне теперь не хватает. Поэтому обязательно заеду, куплю морковки. В общем, нужно, хочу хурмы купить. В общем, такое, надо пройтись. Продукты купить немножко. И заберу либо Сонькой, либо уже Соньку заберу перед садиком. Посмотрим сейчас, пока отзанимаемся с Димчиком. Пока в спокойной обстановке. Пока у меня Димчик занимается. Я сейчас быстро сделаю сырнички. Точнее, я сейчас делаю тесто. Может быть, партию успею пожарить. Может быть, нет. В общем, у меня творог такой 9-процентный. 200 грамм. Раньше, мне кажется, были пачки по 250. Два яйца, сахар, мука, разрыхлитель. Мука обычная. Я все никак не могу купить рисовую. Думала, сейчас уже купить. Но нет, мне надо будет сейчас пожарить. Быстренько перекусить такое. Что-то вот Димка-то поел, но надо еще перекусить. В общем, сейчас все это дело замешиваю. Получаются очень вкусные сырнички. Продолжение следует... Продолжение следует... Все, вот такие вот у меня сырнички получились. Единственное, что пока замешивала, забыла. Дима отвлек меня, забыла добавить разрыхлитель. Но я думаю, что нормально получится. Вот, и сейчас буду жарить. Вообще, как-то жарила на кокосовом масле. Получается очень вкусно. Но у меня, к сожалению, нет. Вот, но тем не менее, все равно вкусно. Можно изюмчик добавить какие-то. Там, клюкву, может быть, сушеную. В общем, можно просто так пожарить. На ваш вкус. Но мы будем кушать с вареньем и со сметанкой. Забрала Сончика. У вас у кого был день рождения? Расскажи. У Ксюши. У Ксюши? Да. Покажи, что она вам дала. Умяшки. Вкусняшки? Да. Сок и барни, да? Да. Нет, это печенька. Это барни. Это не печенька. Это печенька. Куда мы едем, скажи? Куда мы сейчас едем? Домой. А кто дома тебя ждет? Митя. А еще? Дима. Да, поехали. А, это мне ляпушки. Собирай эту штуку. Ну, отойди, я буду грести. А, вот это? Открывай. Держи. Ру-то обогораживает, да? Угу. Там машина. Сынок. Правильно, переграблю. Все, давай, Дима, держи. Дим. Потом там уже. А, Соня, что, домой пошла? Да. Да. Нет? Домой-домой. Домой пошла? Поработал ребенок. Давай. Сходим, держи. Все, у нас смена караула. Не-не-не-не, где-то, 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 где-то. Мы уже два мешка собрали. Дима, нормальный. Молодец. Опускай. Помощник. Вот так, да. Так, а я пойду сейчас посмотрю, что там Соня делает. Она хочет шоколадку. Шоколадку? Да. Ну, понятно. Я сказал, что она на улице, а она расплатилась. А он идет. Что? Ну что, увидела червяков? Смотри, мы пока с тобой переодевались, уже мальчики все это, всю листву уже собрали. Молодец. Пока мы там на улице работали, у нас запеклась, ой, картошка с такими как крылышками. Смотрите, какая красота получилась. Сейчас я еще сделаю салатик. Будет вообще вкусно. И, может быть, даже на улицу пойдем сейчас посмотрим. Все, я накрыла на стол. Деткам уже положила, потому что горячее очень. Сделала вот такой вот салатик. Курочка. Порезала хлеб. Это мы сейчас съездили в магазин, купили такой французский багет. Он просто нереально. Такой вот прям воздушный, очень вкусный. Очень вкусный на бутерброды, с сыром. В общем, заварила чаек. Сейчас сделаю чай и садимся обедать. Кто хорошо поработал, тот будет вкусно кушать. Г-1. 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 Г-10. 10. 10, давай. Г-1. Ранил. Вот так вот. Г-1. Г-1 ранил? Да. Д-1. Убит. Д-1 убит. Где Д-1? Ну что, сырнички мои готовы. Сейчас они немножко остынут. Я еще сахарной пудрой. Может быть, притрушу. Варенье сейчас пойду еще достану. В общем, гляньте, какие они без разрыхлителя. Тем не менее, они такие все равно получились пышные, очень вкусные, творожные. Главное, много муки не добавлять. И вот на 9% твороге получается безумно вкусные, что мы будем скоро пробовать. Ты кого нарисовала? Расскажи, Соня. Это кто? Папа. Папа такой у нас. Хорошо. А это кто у тебя? Мама. Мама? Это что, мама платье или что это? Платье. Платье. Во. Красота. А давай, может, разукрасим рисунок, Соня? Чтобы он был разукрасить. Мама, платье разукрасишь, мамина? Нет. Нет? Давай разукрасим красный. Давай. Давай разукрашивай. Потом покажешь, ладно? Да. Ну, давай. Я смотреть не буду. Не будешь? Не. Вот, девчонки, гляньте, как красиво получилось. Дети уже бегают, таскают. Очень вкусно. В общем, готовьте. Рецепт, мне кажется, у всех получится по этому рецепту. Закончился у меня порошок. Покупаю вот такой вот самат для посудомо. Сразу 3 килограмма. Следите на Валборис, на Азон не знаю. Бывают очень хорошие скидки. Вот, у меня уже заканчивается. У меня, кстати, девочка моя, подписчица, тоже периодически высылает разные девчонки. Высылаете, если есть акция, они знают, как я люблю Валборис. И там действительно можно выгодно купить этот порошок. Хватает надолго. И мне вот удобно в такой баночке. Раз, и все. Здесь, что там остается. Не могу полностью все открутить. Очень классный такой порошок. И баночка. Ну, она достаточно такая, конечно, тяжелая. Но, тем не менее, смотрится. Вот, у меня в микроволновке стоит, мне кажется, смотрится хорошо. И не скажет, что там что-то не то. Или химия. Дети не трогают, слава богу, абсолютно никак. Мне кажется, чем меньше им запрещаешь и кричишь, не трожь, не трожь. Тем меньше они реально трогают. Мы сейчас сели с детьми смотреть кино. Кто не смотрел, очень вам советую. Оптом дешевле. Мы его смотрели, мне кажется, лет 10 назад этот фильм. Там две части. Очень классный, такой семейный. Вот, знаете, можно и самому посмотреть. Можно с детьми. Можно просто фоном поставить. Такой, знаете, добрый, хороший фильм. Про семью, у которой очень много детей. Поэтому, если вы не смотрели, я прям очень рекомендую. Ну, может быть, не в будни, может быть, на выходные, когда вот полежать, есть время, немножко отдохнуть. Можно будет посмотреть. Очень классный. Мы смотрели с детьми. По-моему, в прошлом или позапрошлом году. Но, мне кажется, они не помнят. И мы сейчас заново начали смотреть. Причем, что Соня, что Дима, они вдвоем сидят, вот так вот смотрят. Очень люблю такие фильмы. Еще мне нравится про Купера, знакомство с Куперами. Такие, знаете, хочется уже новогодние какие-то фильмы смотреть, сериалы. Вот, знаете, такое уже новогоднее настроение. Я уже хочу украсить дом. По-моему, я сейчас смотрю гирлянды. На Валдберрис смотрю на окна. У нас окна на первом этаже есть. На втором этаже я хотела заменить, но не могу ничего найти. Вот, надо будет в эпицентр. Может быть, еще съездить посмотреть. Может быть, там что-то. В общем, уже хочется готовиться к Новому году. Но у нас еще впереди день рождения Димчика. Вот, поэтому это у нас первый праздник. А потом уже можно будет готовиться к Новому году. Мы, в принципе, в последнее время, после Димыного дня рождения, на следующие выходные уже начинаем украшать. В прошлом году мы, по-моему, также и украшали сразу после дня рождения. В общем, все. Буду на этом заканчивать влог. Такой сумбурный, мне кажется, получился. Увидимся с вами скоро. И всем пока-пока.